Всем привет, с вами неделя футбола и сегодня поговорим о предстоящем исходе легионеров из российской премьер лиги, о будущем Карпина и о многом-многом другом. Обязательно поставьте этому ролику лайк, подпишитесь на канал и после просмотра напишите в комментарии свое мнение по всем этим событиям. Поехали! В конце прошедшей недели хорватское спортивное издание, название которого я даже и пытаться нормально воспроизвести не буду, выкатило инсайт, согласно которому FIFA в кооперации с UEFA согласовали предстоящий исход футболистов легионеров из российской премьер лиги. И официальный анонс всего этого мероприятия может быть объявлен уже на этой неделе. Легионерам будет разрешено в одностороннем порядке разорвать свои действующие контракты без каких-либо неустоек и претензий со стороны наших клубов. А их возможные претензии в соответствующие дисциплинарные органы попросту рассматриваться не будут. Звучит, конечно, жестко, но что поделать? Не факт, что абсолютно все легионеры воспользуются этим правом, но все равно большинство клубов РПЛ и даже ФНЛ понесут серьезнейшие финансовые потери. Если принимать в расчет трансферные стоимости игроков, то наибольшие потери ожидаются у Зенита, где иностранцы оцениваются почти что в 150 миллионов евро. По-настоящему громадная сумма в нынешних реалиях. Но тут, конечно, стоит сделать скидку на то, что большая часть легионеров клуба представляет другой континент, которому особых дел-то и нет до происходящего в Европе. Так что вполне вероятно, что не все южноамериканцы покинут Россию. Ощутимой финансовой потерей уход легионеров станет и для Сергея Галицкого, у которого сейчас на балансе 11 иностранцев, с учетом находящихся в аренде. И они все оцениваются в 80 миллионов евро. Сейчас как бы очень ясно проглядывается перспектива тех самых 11 воспитанников в основном составе. Но насколько же сильно упадет общий уровень команды, учитывая, что у Краснодара, на мой взгляд, слабейший костяк россиян из всех лидеров РПЛ. И именно Краснодар первым объявил о временной приостановке контрактов всех легионеров. А один из них уже команду покинул насовсем. Это Виктор Классон, с которым был расторгнут контракт. Приблизительно ту же сумму может потерять Спартак. Но тут хотя бы некоторые персонажи уже высказали свою позицию. Они остаются, включая главного тренера. Примерно одинаковые цифры потерь ожидаются у ЦСКА и Локомотива. И в случае с армейцами это будет прям особенно больно. Потому что уже понятно, что зимние новички однозначно команду усилили. Но опять же, здесь также много южноамериканцев. Плюс турок, чья страна по-прежнему больше придерживается нейтралитета. Поэтому возможны всякие варианты. Ну а в случае с Локомотивом это, конечно, прям уникальная ситуация. Даже как-то жаль старину Ральфа, так рано уехавшего в Англию. Сейчас он вполне мог бы оправдаться тем, что его спланированная стратегия была идеальна. А не сработала она только из-за всех этих лишений и ограничений. Ну и Динамо, где, на мой взгляд, прямо сейчас собрана сильнейшая обойма российских игроков в чемпионате. И поэтому в игровом плане, мне кажется, белоголубые потеряют существенно меньше, чем конкуренты. Но по финансам это тоже будет весьма внушительно. И ведь все это мы только считаем какие-то эфемерные циферки трансферных стоимостей. А ведь есть еще зарплаты, бонусы и куча других неучтенных средств. Так что удар, конечно, будет очень серьезный. Как-то совсем неожиданно для меня на прошедшей неделе вернулась в новостные тренды сборная России. Хотя, казалось бы, к чему это вообще? Ну, наверное, из-за фигуры Валерия Карпина, о чьем будущем стали активно инсайдить различные журналисты. А затем его еще и подловили на матче российского тура. С высокой долей вероятности Карпин вернется в Ростов и будет работать в рамках совмещения двух постов. Хотя, какое тут тоже совмещение, если существование сборной теперь фактически бесполезно. Тем не менее, национальная команда все-таки проведет полноценный сбор в конце месяца, на котором сыграет в нескольких товарищеских играх. Ну, получается, вместо стыков. Непонятен только смысл этого мероприятия. Как и заявление Карпина о том, что Дзюба наконец-таки готов вернуться в сборную. Якобы Артем все-таки встретился с ненавистным ему тренером на сборах «Зенита» еще в феврале. И выразил свою готовность приехать в расположение команды, если тренерский штаб Карпина его все-таки вызовет. Но, опять же, наверняка все это сейчас переиграется. Уже, кстати, звучат призывы о создании полноценной клубной команды в формате сборной России и включении ее в премьер-лигу, когда начнутся какие-то движения по расширению турнира. А это уже, похоже, неизбежно. Но сама эта идея – это, конечно, отборнейшая дичь. В текущих реалиях сборная России, по сути, не жизнеспособна, какие бы тут искусственные методы ее оживления не придумывали. Ну и в концовочке несколько важных и интересных инфоповодов одной строкой. Иван Игнатьев отличился забитым мячом в своем дебютном матче за крылья. Причем он вышел на замену на заключительные 19 минут матча с Арсеналом. Это его первый гол в текущем сезоне и вообще первый гол в официальном матче с августа 2020 года. Но тогда в ворота Сочи он забил с пенальти. А с игры же последнее взятие ворот за авторством Ивана датировано 3 ноября 2019-го, когда он еще выступал за Краснодар. Также дебютировал за свою новую команду Сердар Азмун, вышедший на поле в матче против Баварии на 89-й минуте. Но ничем особенным за столь короткий отрезок он отметиться не сумел. Продолжает феерить в Швейцарии Федор Чалов, забивший на выходных очередной мяч за Базель. Победный мяч в игре против Лугана. И по итогам матча статистический портал SofaScore признал Федора лучшим игроком этой встречи. Это уже третий мяч Федора в последних двух играх. И теперь у него 3 плюс 1 в 6 матчах в Швейцарии. Неплохо, очень даже неплохо. В Англии продолжается троллинг Курта Зума, скандально прославившегося жестоким обращением со своей кошкой. На этот раз отличились болельщики Ливерпуля. Многочисленные баннеры, плакаты и даже целая надувная кошка с надписью «Ударь меня». Ну а на десерт пролетающий над полем самолет с растяжкой. Жизни кошек важны. Экс-чемпион UFC Конор Макгрегор подтвердил серьезность своих намерений в отношении потенциальной покупки Челси. Ирландец на своей странице в Твиттере рассказал своим подписчикам, что до того, как Роман Абрамович выставил свой клуб на продажу, он также изучал предложения о покупке Селтика и Манчестер Юнайтед. Вместе с тем, турецкий миллиардер Мухсин Байрак почти уверен, что именно он станет новым владельцем Челси. «Скоро поднимем турецкий флаг в Лондоне», – заявил бизнесмен турецкому спортивному изданию Енисофак. Состояние Байрака оценивается в 11 миллионов долларов. Он занимается инвестициями в строительство, энергетику и криптовалюты. На этом на сегодня все. Спасибо вам за уделенное время. Обязательно делитесь своим мнением в комментариях под роликом, а также подписывайтесь на канал. Всем пока!